Особое мнение на 101FM Это серьезных тем к сегодняшнему дню И мы начнем с тобой с темы, которая тебе близка Потому что ты в чем-то похожем участвовал сам лично, когда был депутатом Я тут даже вспоминал три случая Даже три случая, ну сейчас напомнишь еще активнее Мы будем отталкиваться от событий, которые происходят в Екатеринбурге Я думаю, что слушателям нашей радиостанции напоминать не надо, что происходит в Екатеринбурге Нон-стоп практически транслируют наши московские коллеги И репортажи с места, и обсуждение спикеров Мы здесь впервые обсуждаем с нашими экспертами ситуацию в Екатеринбурге Коротко скажу, что идет противостояние нескольких групп граждан, горожан Екатеринбурга Одни хотят построить там большую церковь к юбилею города В самом центре на набережной, на месте сквера Другие жители Екатеринбурга не хотят, чтобы в этом месте была церковь А хотят, чтобы там сохранился сквер Как ты видишь эту ситуацию? Какой она тебе представляется? На самом деле ситуация очень интересная Именно по масштабу, что происходит в Екатеринбурге Хотя на самом деле я посмотрел и вспомнил, что Такие ситуации, похоже, идут по всей стране Они у нас происходили и в городе Кирове Парк Победы? Да, Парк Победы это номер один Это то, что, помните, если бы тогда эти 300-500-600 человек не вышли бы к Парку Победы И не было бы такой поддержки СМИ Кировской области и города Кирова И в том числе в вашей радиостанции То, конечно, неизвестно, чем бы все это закончилось Значит, второе, это был Дворец Пионеров Мемориал Там тоже под соусом о том, что вы не думаете о своих детях И мы хотим только сделать все хорошее Значит, хотели тоже захватить часть парка Мемориал Это Дворец Пионеров, который тоже все прекрасно знают И позиция там жителей того микрорайона оказалась совершенно адекватной И они тоже встали на сторону того, чтобы сохранить этот парк и сквер Значит, это был 12-й, кстати, год С Парком Победы это был 14-й год И где-то в пределах, наверное, между 12-м и 14-м годом У нас был сквер на углу Профсоюзна и Карла Маркса Которая известная компания Акчус хотела застроить там 60 тысяч квадратных метров Там жилого застройки и офисной И тогда тоже, как бы, в том числе и ваш покорный судья Мы участвовали в этом процессе Когда полностью жители не только уже того микрорайона А всего города, кто смог и кто считал, что это правильная позиция Мы выходили и писали, и говорили друг другу И поддерживали, и даже палатку разобивали в какой-то период времени Потому что там тоже уже стояли заборы И там уже привезли бетон И, в общем-то, на сегодняшний момент Если бы тогда жители нашего города Активная часть, к сожалению, очень небольшая Тогда бы не выстояли То мы бы сегодня лишились как минимум трех объектов Про которые я сейчас сказал И плохой пример, когда все-таки у нас вместо парка у Алых Парусов кинотеатра Где был яблоню прекрасный парк и сквер И где очень большое поколение людей там встречались, влюблялись Значит, ходили в кино Значит, сегодня выросло вот то, что не удалось тогда отстоять Она немножко чуть раньше пришла, эта ситуация И вот мы сегодня видим страшное здание, которое там построено Вместо сквера и парка Да, но в отличие от города Кирова Ситуация в Екатеринбурге настолько сильно разрослась Не знаю, можно ли сказать, что она вышла из-под контроля властей Настолько сильно разрослась, что дошла до Путина Который вынужден был вмешаться Хотя, конечно, Песков говорил, что это не вмешательство Но это практически указание Это совет Что такое совет президента? Приказ Да, а чем отличается ситуация тогда в Екатеринбурге от того, что было у нас? Как ты ее оцениваешь? Ну, во-первых, самый по себе город Екатеринбург очень активный Как называют это, Уральский хребет вообще России Значит, там всегда очень активно, как бы, особенно в Екатеринбурге население Значит, оно очень протестное, оно очень за справедливость Оно совершенно другое по сравнению с другими территориями Российской Федерации И самое главное, что, наверное, там какое-то другое вообще мировоззрение там у людей, которые в этом городе живут Ты бывал там? Я был один раз, и, конечно, видно, что город совершенно нетипичный для всей остальной России Я не беру крупные города, там российские И, во-вторых, наверное, что вообще эта конфликтная ситуация у них начинается буквально с 2010 года Значит, изначально тогда хотели же построить храм на пруду Значит, это было в 2010 году, и эта идея вынашивалась И тогда все вступились, жители, за то, что, ну, а при чем тут вообще пруд? И как можно на пруду построить? И почему это никого не спрашивают? И тогда была очень серьезная битва, и она собирала до 10 тысяч человек И они все-таки на тот момент отстояли этот пруд И так произошло, что в тот момент, когда вот это все были такие битвы Тоже с городской администрацией, с тем губернатором, который где-то в 2010-2011 году погиб И на его замену пришел вот новый губернатор, приезжий, варяг тоже, Курвашов Который, в общем-то, как бы на какой-то момент эту тему оставил, потому что она повисла И потом от этого плана сделать храм на пруду как бы отошли И вот буквально в 2017 году снова возникла тема, при которой уже основным инициатором были местные два крупнейших олигарха Значит, это две очень крупные компании, это УГМК и вторая РМК Значит, это самые крупные такие металлургические компании Это реально олигархические очень структуры, потому что, по-моему, один из собственников Игорь Алтушкин входит в список Forbes, он, по-моему, 23-й В списке, значит, состояние около 4,3 миллиардов долларов То в данном случае там очень серьезные структуры, решили себе поставить такой рукотворный памятник И в данном случае противостояние из этого на сегодняшний момент очень сильно как бы обострилось И, в общем-то, уже и забор поставлен, и желание очень большое есть То в данном случае здесь как раз вот сталкивание идет власти, церкви и олигархов Против, ну, довольно-таки большой, насколько я понимаю, части горожан Который, в общем-то, не против храма, а не против того, чтобы этот храм поставили в сквере Скажи, пожалуйста, вот о чем мне хотелось бы поговорить Сегодня, как ты сказал, по совету президента Российской Федерации Владимира Путина Начиная с сегодняшнего дня будет обсуждение ситуации в Екатеринбурге между горожанами и властями Строить здесь или строить в другом месте, или строить другие сроки Я утром слушала репортаж Ольги Бычковой, нашей коллеги с Эхо Москвы Которая в Екатеринбурге находилась всю прошлую неделю, сейчас вот только сегодня ночью прилетела в Москву Она сказала, что была уже вот эта встреча у мэра города Но она увидела следующую ситуацию Что пришли на эту встречу от общественности совсем не те люди, в большей своей части Которые приходили в сквер Она говорила, что в сквер приходила молодежь в большом количестве Конечно, разных возрастов, но основное ядро молодежное А вот на встречу с мэрией пришли люди возраста 30-45 лет И многие из них со значками КПРФ Так обычно всегда происходит, когда, допустим, какой-то есть политический вопрос И автоматически кто-то в этом политическом вопросе становится инициатором Ну или превращает вопрос политически Или превращает политически, да, используя для того, чтобы в том числе и для пиара В том числе и, в общем-то, поднять рейтинг того бренда, который они представляют Насколько я помню, основные вообще инициаторы протестных движений, которые были Хотя на сегодняшний момент там все говорят в один, что каких-то особых людей, кто это инсценировал, нет Это все горожане, которые живут в городе Екатеринбурге Они сами выходят, они сами собираются, их довольно-таки очень много И, в общем-то, никакой инициативной группы нет Единственное, что есть некоторые молодые люди, как ты говоришь Это, во-первых, главный редактор сайта у них, по-моему, называется Е1 Это такая местная интернет-газета, которую там, если я правильно понял, 500-600 у ней пользователей в день просматривают там все новости Ну такая довольно-таки независимая газета, которая пишет обо всем Значит, это они И, второе, там есть у них такие общественные движения, потому что тоже, видимо, возникают постоянно в городе проблемы с парками и скверками И так и называется общественная организация защиты парков и скверов Вот это, в принципе, два таких организатора, которые, в общем-то, это все моделируют На самом деле, понятно, что все разговоры о том, что там приехали москвичи или там навальновцы и все прочее Мне кажется, конечно, полная чушь, потому что 5-7 тысяч людей собрать там в 9 часов вечера, чтобы они стояли до 4-х И кто-то их должен туда привезти, ну, это совершенно нереальные вещи, да Вот вся проблема власти, они во всем видят какие-то подвох Что кто-то это специально все организовывает для того, чтобы расшатать там лодку, как они ее называют Которую уже шатают давно и расшатать не могут И в данном случае, конечно, вот на сегодняшний момент, видимо, на переговорном процессе, то, что ты сейчас говоришь Инициативу взяли там под себя КПРФ Но я думаю, что судя по тому, как губернатор и мэр не со всеми общественниками хотели разговаривать и встречаться То в данном случае, видимо, они сами себе и подобрали тех людей, с которыми они бы хотели разговаривать И вроде как бы они представляют оппозицию, оппозиционную партию При всем при этом коммунистическая, она же вообще считалась себя... Формальности соблюдены Атеистическая такая Считалась Да, считалась Мы сейчас же видим, что это не так там, да Конечно, Зюганов с Путин вместе стоят на службах С Путин, да, и на службах, и со свечками, и все прочее, как все положено То в данном случае, понятно, что нашли переговорщика комфортного, удобного и, с одной стороны, вроде как бы оппозиционного Еще пару слов, давай, у нас остается полминуты буквально до перерыва Я все-таки хочу тебе вот о чем спросить Случись сейчас нечто подобное в Кирове, но решили застраивать какой-то очередной сквер У нас народ выйдет? Я очень сильно надеюсь, но немножко сомневаюсь Прошлый раз, когда ты... Вот в тех трех ситуациях, которые ты перечислил Парк Победы, Мемориал и скверно-профсоюзный Там были ярко выраженные лидеры Один из них был ты Там был Виталий Брам Там был, господи, Шлемензон И еще несколько человек Там были женщины очень активные, которые жили в этом микрорайоне И зрители местные Вот сейчас Ну, на тот момент даже по тому количеству, которое я сказал А иногда собиралось там от 300 до 500 человек Значит, все-таки мне казалось, что это не то количество людей Которое должно было встать грудью за те парки, про которые мы с тобой говорили Значит, хотя я очень сильно благодарен этим людям Потому что без них бы точно ничего не произошло Но мне кажется, что вопрос гораздо глобальнее И он совершенно острее стоит сегодня, чем может быть тогда То есть народ сейчас активнее, ты считаешь? Я не считаю, что народ активнее Просто сегодня скверы и парки имеют совершенно другую форму И к ним совершенно другое отношение Особенно молодого поколения Прервемся на полминуты И еще пару минут посвятим этому вопросу Уже в отношении конкретно нашего города, Кирова Через короткое время Программа «Особое мнение» в эфире Меня зовут Светлана Занько Своё особое мнение высказывает Дмитрий Русских Мы так получается, что мы сегодня практически всю программу Говорим о протестных различных акциях на территории Российской Федерации Оттолкнулись от ситуации в Екатеринбурге И решили еще две минуты этому посвятить Чтобы оценить потенциальную ситуацию в Кирове Говорим о том, случись что-нибудь подобное сейчас в Кирове Ну, например, кто-то решил поставить церковь или памятник Что было не очень давно на набережной или в сквере Кто выйдет на улицы и выйдут ли? Может быть, у нас уже нет таких людей Или смена этих людей произошла Я вот не вижу, например, таких лидеров, как, например, ты Когда ты был еще там депутатом сейчас Хотя, может быть, я ошибаюсь Просто потому, что не было таких ситуаций Ну да, я думаю, что любая ситуация Она даст новых лидеров, новых общественных ребят Которые, в общем-то, будут биться за этот город Как за свой все-таки А не как у нас сейчас некоторые приезжие люди Как бы к нему относятся То в данном случае я надеюсь, что сегодня Спрос на памятники, ой, на скверы и парки Гораздо выше Потому что мы сегодня видим, что нормальные города Развиваются, они эту среду очень хорошо делают Они ее делают очень качественно И понятно, что сегодня скверов и парков Кирова За этот период времени больше не стало, к сожалению И сохранять то, что сегодня имеется Это, ну, как бы Вообще, это обязанность молодого поколения Потому что в данном случае им в этом городе жить Воспитывать детей Развиваться То, конечно, здесь цена вопроса совершенно другая Я тебе скажу, что Хорошо, что у нас нет таких олигархических структур У нас есть бояре там, да У нас нет таких олигархов, как в Свердловске Которые могут себе позволить построить там за 2-3 миллиарда рублей Там громаднейший храм Для того, чтобы о них вспоминали там Долгый период времени там, да Хотя, на самом деле, хочу сказать, что в Екатеринбурге Очень много храмов И, в принципе, там нет какой-то необходимости Что вот нехватка их идет У нас с вами была похожая история Помните, один из местных наших бояр Решил на площади Конституции поставить колесо обозрения Крепостного Валерия Васильевна Крепостного Валерия Васильевна, всем известный наш товарищ Меценат в кавычках Значит, который сказал, что где хочу, там и ставлю Ну, вот там примерно та же самая история Что вот олигархи решили поставить И вроде, а кто и может запретить Так, скажи, пожалуйста Способны ли, как на твой взгляд Власти города Кирова и региона Предотвратить подобную ситуацию Вот если бы возник такой конфликт Или намечалась бы спорная ситуация Шульгина Ковалева Васильев Я не знаю, как они будут на это реагировать Но это их прямая обязанность Чтобы не получилось того, что получилось в Екатеринбурге Когда одни и те же люди Встают стенка на стенку Это неправильная ситуация И в данном случае на стенке оказываются Там местная епархия Олигархи и администрация вместе с губернатором Ну, может быть, какое-то количество людей Которые, в общем-то, считают, что храм должен быть Но судя по процентам тех людей Которые у нас являются там Истинно верующими Процент в нашей стране за последние 20-30 лет сильно не растет Он как был 8-10% таких ярко выраженных Он так и остается Хотя при всем мы там все четко понимаем Что мы православная страна Что мы, в принципе, наша основная религия православия И мы не против православий Мы против того, чтобы, в общем-то Как я считаю все Чтобы каждому вещи было свое место Если сегодня екатеринбургцы считают Что есть другие места, где можно построить храм То никто не против Но единственный сквер Запустить подстройку Тем более мы сегодня видим под документом Что там вообще планируется совместный проект Строительства храма и МФЦ Это такой комплекс жилой и коммерческой застройки Довольно-таки очень большой Я посмотрел его на фотографиях Уже есть проект его Там 41 этаж Только одного здания То в данном случае здесь общая у них стоянка под машиной Что для храма, что для этого дома На 221, по-моему, автоместер В общем, не скромненько Не только задачи там Да, там все слилось в одной куче К сожалению, что там и религия И коммерческая основа И желание там кого-то увековечить Прости, пожалуйста Я сейчас тебя уведу с этой темы Да, хорошо Потому что надо перекинуться на наши темы Я не зря говорила сейчас О том, насколько потенциально подобные конфликтные ситуации Способны разрешать наши руководители Потому что прошедшие 2 недели Было очень горячее обсуждение И я пока не знаю, во что они выльются В отношении объекта Мородыкова Это известны, конечно же, нашему региону объекты И обычно это слово с таким придыханием И страхом люди произносили Потому что там уничтожалось Понятно какое Хемическое оружие Да, оружие И объект очень серьезный был И вот в конце апреля Неожиданно для всех Но мы это увидели на майские праздники Выяснилось, что подписано Руководителем правительства Российской Федерации Подписано решение о том Что в Мородыково будет построен завод По переработке особо опасных отходов Первой-второй категории Да, это очень высокие Да, дальше Поскольку это были майские праздники Понятно, это нигде не обсуждалось И не встречалось Хотя народ там начал суетиться в соцсетях И призывать всех это обсуждать И критиковать тех и других И в итоге состоялось обсуждение Этого вопроса на комиссии По экологии общественной палаты Кировской области Где участвовали представители правительства И все Ну, потому что представители Росатома Которым принадлежат объекты Которые могут по законодательству Сами решать, что они там хотят Струки перерабатывать Их в тот момент вызвать было невозможно Ну, во-первых, приходил губернатор Сюда в эту студию Приходил губернатор В среду на прошлой неделе Можно его эфир переслушать Он сказал, что рано обсуждать этот вопрос Пока еще нет проектно-сметной документации Пока еще не ясно Какие там конкретно будут вещества Перерабатываться И не надо нагнетать градус И, соответственно, это обсуждать Я с этого и начну задавать тебе вопросы Нужно ли обсуждать прямо сейчас? Ну, то, что я прочитал Что, на самом деле, проект планируется Начать в 2020 году Подготовить его Разрабатывать Разрабатывать, да Сдача этого объекта, если он пройдет И все будут довольны и хлопать в ладоши О том, что это прекрасная вещь Которую можно придумать И, как сказал губернатор Это касается рабочих мест То это должно закончиться к 2023 году То, конечно, в моем понимании Надо на этой стадии Заниматься обсуждением Встречаться Доказывать населению Проводить какие-то Общественные слушания По этому вопросу Потому что, на самом деле, проблема есть И она довольно-таки очень серьезная Потому что мы, на самом деле, живем сегодня И так не в самом экологически чистом Как бы районе Значит, у нас есть куча Всяких химических предприятий Это и в Чапецке, и в городе Кирове Это биохим У нас до сих пор непонятна сегодня Ситуация со свалкой в Костино Которая должна была еще закрыться В 2000 году То в данном случае у нас и так сегодня Очагов, которые, в общем-то Возбуждают всю нашу Как бы территорию И создают очень много проблем Для здоровья Потому что это уже для кого не секрет Что у нас очень сильно растет Процент раковых заболеваний Особенно у женщин и у детей И в данном случае Многие это обсуждают тем Что, в общем-то, до этого Как бы это ничего не обследовалось И из этого идет рост Потому что, ну, на самом деле Я в этом очень сильно сомневаюсь Я думаю, что все-таки Основная причина, как и врачи говорят Что это экология И никто сегодня не будет скрывать Что самый высокий процент Заболевания раком У нас именно в Кирове-Чапецком районе В городе Кирове-Чапецке Значит, это по каким-то стечениям обстоятельствам Или это все-таки связано С какими-то определенными производствами Значит, та же самая печальная история У нас происходит и По большому счету Из Мородыкова И в данном случае, конечно, пока Как бы Росатом не потратил деньги Не сделал проект Не сказал, что... Миллиарды туда закладываются Да, 5 миллиардов я почти посчитал То в данном случае Мы сейчас должны этим заниматься И в первую очередь Это должно заниматься правительство И депутатский корпус Который, как бы, вроде Является представителями населения Депутаты пока вообще молчат Да То в данном случае Все-таки за основу надо брать Кроме Костина, который здесь в этой студии И за основу надо брать Не, как говорит губернатор 5 миллиардов и рабочие места там Но сколько там рабочих мест? 150-200? А сколько за этот период времени Если мы сегодня будем понимать Что это все-таки опасный объект Сколько за эти годы там Из жизни уйдет гораздо больше людей Которые, в общем-то, могут Зачастаться тысячами Или не уйдет Или не уйдет То в данном случае Конечно, вопрос обсуждать тогда Когда его надо обсуждать А не когда уже все построено И уже стоят заборы И уже завезли материалы И, в общем-то, здесь гораздо все сложнее получается То в данном случае Надо уже прямо сегодня Начинать обсуждать И, я думаю, что Сформировать какую-то позицию От населения От общественных организаций Все, кому дорог наш город И наша область Для того, чтобы правительство Кировской области И в том числе губернатор Могли это все озвучить уже На уровне правительства Российской Федерации И Росатома Для того, чтобы Сказать позицию И свою, в том числе Которая пришла от населения И людей, которые живут на этих территориях Которые будут охвачены таким В моем понимании Очень грязным производством Значит, звучало две категорические позиции Но это противоположные Одна из позиций Что, ребята, мы не можем диктовать Федерации свои условия Это федеральный объект И тут область, регион Ничего сделать с этим не могут Кроме как наблюдать И договариваться Может быть, как-то контролировать Но как контролировать Как контролировать, никто не знает Вторая вот как раз позиция Это то, что промышленность и наука Далеко ушли И строящиеся производства По переработке отходов Они очень современные, новые Все Приводятся, кстати говоря Пример с Мородыкова Объекты с максимальной безопасностью И защищенностью И давайте мы получим, например, от этого Какую-то выгоду И не будем будировать Общественное мнение И пугать людей Ну, конечно, никому Митинги и демонстрации Здесь на территории не нужны Тут привыкли, что все спокойно Все тихо И, в общем-то, все всем довольны Я тебе скажу одну Очень важную вещь Как бы, что Я помню Материал лет 10 назад Писали про Мородыкова И там один корреспондент Зашел на территорию Мородыкова, когда Перерабатывали еще химическое оружие И она была удивлена тому, что Во-первых, она спокойно дошла До складов, где это все лежит Никто не остановил Там не было Фактически Порушен был забор Какие-то снаряды Валялись просто в воде И в грязи И это была такая Бомбовая информация Которую написала Одна из газет По-моему, даже федеральная О том, что там происходит И только после того Как это было написано И когда уже Пошло возмущение И опасность На самом деле Что неизвестно Завтра зайдут какие-то террористы Которых мы там очень сильно боимся Особенно к подходу К правительственным зданиям И в то же время Такой объект Где хранится Реально химическое оружие Которое перерабатывается Он вообще никем практически нет Это ты приводишь пример Того, как обеспечивалась безопасность Как безопасность И в общем-то И как это все происходило И кто там что контролировал Поэтому У нас минута до перерыва Что нужно сейчас делать На твой взгляд Я считаю, что все-таки Нужно все-таки Проводить Не знаю на какой площадке Все-таки обсуждение Взять полностью информацию От жителей И города Кирова И тех территорий Потому что там расстояние Там 20-30 километров Это не расстояние Значит И округа получается Очень большая Густонаселенная То надо все-таки Проходить уже Какой-то опрос Надо с людьми Начать разговаривать Доказывать им Что это безопасно Или не безопасно И тогда уже Формировать какое-то мнение Для того, чтобы Как говоришь Что это мы не можем Тогда для чего Правительство и губернатор Если они не отстояют Интересы жителей Кировской области Да Я только должна добавить Что буквально В конце прошлой недели Мне представитель правительства Позвонил Мне Потому что я член Общественной палаты В этой комиссии Как раз состою С Росатом связались Росатом готов приехать В Киров Готов всю информацию И специалистам И широкой общественности Какая возможность Сейчас к раскрытию Предоставить И мы будем надеяться Что общественная палата Которая инициировала Этот процесс Проведет такой Круглый стол И узким кругом Потому что есть вопросы Которые узким кругом обсуждаются И широким кругом Чтобы ответить на вопросы О которых ты говоришь Которые население может задать Сначала надо собираться Узким А потом широким Вот да И общественная палата На самом деле Выносила в своем решении Что это все нужно сделать В течение месяца Предоставить СМИ Всю информацию Общественности Встретиться с Росатом Время пошло Неделя вот уже прошла Прервем сейчас на полторы минуты И продолжим разговор Это особое мнение Дмитрия Русских Продолжаем разговор Это программа Особое мнение Светлана Занько У микрофона И свое особое мнение Высказывает Дмитрий Русских Бизнесмен Экс-депутат Областного законодательного Собрания В двух созывах И все еще говорим Про гражданскую активность Про народные протесты И в данном случае Этот протест Напрямую связан С Кировской областью Мы говорим О строительстве Гигантского Сверхбольшого полигона Мусорного В Архангельской области Блистанцы и Шиес Не утихают Там народные протесты Уже можно говорить В течение нескольких месяцев Да я думаю Что уже больше полгода даже Да мы здесь сделали программу Приходила Даша Ананиева 7 на 7 Наша коллега Которая там была на месте Мы как раз ее приглашали После выезда И она рассказывала Кто там протестует Почему выходят люди В Сыктывкаре Сотнями протестовать И в семи других регионах Параллельно выходили Сергей Зверев вышел Даже Сергей Зверев вышел И почему это касается Кировской области Ну потому что Это находится на границе Трех областей фактически Значит На самом деле Ведь мы сегодня говорим О тех вещах Которые не показывают На федеральных каналах Мы сегодня говорим О Екатеринбурге Мы говорим сегодня О Шиесе Об этом никто ничего не говорит Похожая ситуация То что в Екатеринбурге В Шиесе Там в Ярославле В Челябинске Значит очень много городов Мы в принципе сегодня И говорим Что и в Кире Похожая ситуация Назревает И она вполне может быть И по переработке ТБУ Потому что у нас Один уже должен был Закрыться Как бы В Костинский полигон А другой еще Вроде как бы И не открылся При этом мы сейчас Говорим о том Что сегодня Возможно В Мородыково Будет вредное производство Запущено новое И на самом деле А к активности Это нас сама жизнь заставляет Потому что Это уже вопрос Не того что Ты за эту партию Или за ту Выходи или не выходи А вопрос Касается жизни И здоровья Наших детей И внуков И всего будущего Что есть на этой земле То в данном случае Вопрос выживания Жизни Экологии Это на самом деле Очень главные вопросы На сегодняшний день Потому что от этого Зависит наше здоровье И будем мы болеть Или не будем При всем при этом Мы там точно понимаем Что наша медицина Сегодня не готова На самом деле Оказывать ту помощь Которую Если в случае чего-то У нас пойдет все По нарастающей Не до бог Надо сказать Что влияние Подобных процессов Оно ведь не сиюминутное Оно не сиюминутное Да И мы сегодня Прекрасно понимаем Что это вообще Как бы Мы смотрим вперед На 5, 10, 15, 20 лет И это очень важная На самом деле история И то что происходит В ШИЭС Это еще раз Показывает о том Что люди сегодня Все проснулись И понимают Что спасение утопающих Только рук со собой Утопающих Потому что во всех территориях О том как мы говорим В основном все губернаторы Занимают очень странные позиции И не в интересах Той территории Где они на сегодняшний день Работают Потому что большинство из них 70-80 процентов Губернаторов Приезжих Они назначенцы Они назначенцы Давайте прямо говорим А они ведут себя Как назначенцы И вся проблема Сегодня Архангельска Коми И нашей границы В том что Как бы Губернатор Коми Договорился С мэром Собянином О том что Весь мусор Который сегодня Не знают где размещать От города Москвы И Московской области Будут перевозить Вот в сторону Коми На границу Там с Архангельской областью Они выделили Все таки губернатор Архангельской области Должен был договориться С мэром Все таки на его территории Ну я неправильно сказал Архангельской Да правильно Спасибо что Архангельская Но Другой стороны Люди в Коми Выходят на протест Требую от своих В том числе властей Чтобы они предотвратили Это строительство Потому что Будораздел Здесь проходит Там не знаю Роза ветров И еще что-то Нет 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 Там самая главная проблема Что выделена территория Там в болоте И в лесах 360 гектар Тысяч Значит при всем При этом они планируют Все это сваливать в болото Из этого болота Выходит 140 речек Которые растекаются По всей территории Архангельской Коми И Кировской области И понятно что Вокруг этих речек Там живут люди Которые в большинстве случаев В 21 веке До сих пор еще живут Ягодами Грибами И рыбой Которая в этих реках водится Почему народ не верит Как в случае Например с осенцами Потому что до сих пор Так же люди присылают Свои возмущенные письма И вот на палату Общественную приходят Что будут строиться Полигоны С перерабатывающими предприятиями И все будет По современным технологиям Чего переживают Миллиарды опять же Вкладываются в строительство Но сегодня на самом деле С точки зрения бизнеса А мы сегодня понимаем Что весь бизнес Который связан с ТБО На федеральном уровне Выделен определенным Близким людям И их детям Точно так же Как в любой территории За это отвечают Тоже местные Олигархические Или боярские группировки Как у нас в городе Мы тоже понимаем Кто интересант Вся этой истории Кто? Но никто не скрывает Что там Какое-то непосредственное отношение Ко всему это имеет Господин Крепостнов Опять? Да То в данном варианте Как бы Мы понимаем Что чем больше Туда вкладываются денег Тем этим структурам Коммерческим Выгоднее на каждой территории На самом деле Сегодня то Что предлагают Перерабатывать Оно стоит гораздо дороже Чем современные технологии Это уже доказано И последняя статья Гудкова Который написал И это все изучил Что на самом деле Технологии современные Гораздо дешевле стоят Но они никому не выгодны Современные технологии По переработке Конечно Стоят дешевле Чем декларируются Чем те декларируются Которые сегодня То есть нам что говорят Строить переработку Пока что очень дорого Ждем денег Федеральных Вот тут нам говорят Вот этого Вот на самом деле Ты считаешь При всем при этом Сегодня население Уже собирает деньги Да И это не маленькие суммы То что сегодня Ввели еще один Как бы Дополнительный налог Как сегодня Очень хорошее Мне нравится название Россияне это новая нефть Там да Значит все больше и больше С нас там собирает А на самом деле Нам говорят А денег то вроде как бы нет И современное Мы ничего не сможем По вам сделать Потому что денег нет Но мы будем так же Как сваливали Так и сваливать И то же самое Возвращаясь к тому Что мы сейчас говорили Про мордыку Ты говоришь Нам сейчас говорят Что там будет все современное Но извините Уже весь мир 20 лет Живет в современной Переработке ТБО А у нас до сих пор Эта современность не пришла И честно говоря И неизвестно когда придет Да Перспективы мы вообще Никого не видим На ближайшие годы И с этой точки зрения Конечно У нас к сожалению Все запирается Вот как раз Во власть В олигархов В эти коммерческие интересы В зарабатывании денег И на последнем месте Там стоит население Как оно будет себя чувствовать И как оно будет жить Ну ничего Население на самом деле Кроме еще раз Кроме обращения Некоторых жителей В общественную палату И нескольких звонков сюда И комментариев в соцсетях В общем ничего больше не делать В Кирове Ну я думаю что В Архангельской коме А еще знаешь как интересно Вот я тоже хочу Там тоже думали что Никто не выйдет А смотри В воскресенье 7 тысяч собралось Опять Ну вот кстати я хотела тебе И стройку пока остановили Я хочу тебя попросить Прокомментировать Активность кировчан В соцсетях Я не знаю что ты видишь В соцсетях Я вижу следующее Безусловно критикуют власть Безусловно Высказывают Опасения Но еще критикуют Также и ту же Общественную палату Называя ее палаткой Что она ничего не делает Депутатиков Общественников Вот этих вот всех Вот они ничего не делают И вот идет вот эта история В соцсетях Вот эта позиция Она очень интересная Ты понимаешь Кто-то должен сделать что-то А они ничего не делают Но сами люди Которые пишут Они никуда не ходят Ничего не организуют Запросы никакие там И опросы не устраивают И мне кажется Что это довольно распространенная Такая позиция Поэтому мне кажется Что вот все эти вопросы С теми же осенцами С ДОСАФом Который прекрасно сейчас летает И парашютистов скидывает С Мородыкова Они все-таки перекладывают С кировчанами на плечи Именно властей И кого-то еще Кого-то там Кто должен побеспокоиться Но по твоим же заверениям Они же говорят Что власть-то эти функции Не выполняет Они ей не доверяют Да Ну и сами ведь тоже Сами же ничего не делают Где эта группа По контролю за полигоном Восенцев Которая должна была быть Общественная А ты помнишь Собирались сделать группу По общественному контролю Прикуприте Она где Да То же самое Там при Мородыкова По Мородыковскому вопросу Предлагается создать Рабочую группу И общественного контроля И я вот не очень уверена Что она где-то будет Ну тогда у меня вопрос возникает А где те прямые организации Государственные Которые в общем-то Должны по своей Ну ты же не доверяешь Государственным организациям И люди вот не доверяют Мы не доверяем им Потому что мы видим В их работе И в их данных Лукавство Потому что Сегодня К сожалению Так все завязано Что Если сегодня Высокий начальник Позвонил в какую-то структуру Которая отвечает Допустим За санэпидемнадзор Хорошо Хорошо Дмитрий Михайлович Случись что Сквер какой-нибудь Начнут застраивать В городе Киры Или Мородыкова Надо заняться Сейчас пойдет Возглавлять Какую-нибудь активную группу Для того Чтобы добиться справедливости Возглавлять это дело Такое Какое Это определяет Во-первых Люди В данном случае Я доказал Что если есть Где-то вопрос Который мне кажется Несправедливым И идет во вред Жителям И нашему городу Я однозначно Буду туда приходить Приду я один Или нас придет Пять тысяч Разница очень большая Но мне бы хотелось Чтоб я был Не один А мне бы хотелось Чтоб я был Пятитысячным первым Тогда в данном случае Эффекта гораздо больше Я уже тысячу раз Объяснял Что если бы Мы выходили по всем Что такое вообще митинг Это разговор о том Что у нас болит Чтобы власть слышала Если мы приходим Пять тысяч человек И говорим Что ребята Ну это вы что Совсем с ума сошли что ли Вы уже наскоро До трусов раздели Еще хотите с нас что-то снять Там да еще и воздух испортить То в данном случае Конечно мы должны выходить И говорить что Может быть они на самом деле Наверху там что-то не видят А мы пришлись Собрались Сказали и все То в данном случае Это очень важный формат Сколько человек придет Если придет Дмитрий Михайлович И Светлана И еще три общественника Ну мы постоим Мы поговорим Но от этого ничего не произойдет Здоровье это у нас Для всех общее И дети у нас у всех Одни и те же Остается две минуты До завершения программы Коротко хочется обсудить Но понятно Вопрос кадровых изменений В правительстве Кировской области Буквально на днях Максим Кочетков Бывший министр леснового хозяйства Министр промышленности Да я не ошибаюсь Что там еще за ним было У него уже в последнее время Забирали В общем Максим Кочетков Назначен в торгпредство России В Казахстане Его поздравил губернатор Игорь Васильев Поблагодарив за успешную работу Насколько мы помним Максим Николаевич регулярно Предсказывали переезд Обратно в Москву Где-то с периодичностью В квартал И вот состоялась Правда не Москва А другая страна Ну слушай Главное Из Кирова Значит Ну на самом деле Я скажу Как бы мнение 99% Населения города Кирова И Кировского Все вообще без разницы Кто куда переместился И кто куда уехал Ну я наверное Вхожу в эти 99% Потому что ничего легендарного И приятного Я не увидел Понимая то Что в общем-то Наверное Они изначально приезжали Чтобы когда-то отсюда Быстро уехать Значит Мне кажется Что в последнее время Сформировалась такая Тенденция Что в общем-то В общем-то Да Они работают себе На трудовую книжку Вот им надо Какую-то сделать запись Для того Чтобы дальше куда-то двигать То наверное Это основной принцип По которым Сегодня приезжают люди Которых я на самом деле Не очень понимаю Смысл приезда Хотя Хочу тебе сказать Что по каким-то Определенным вещам Я очень сильно переживал Я допустим Переживал Что уехал Кирилл Лебедев Это бывший Министерство социального развития Ты вспоминаешь Команду Никиты Билл Ну я вообще Просто говорю Тема закрыта Всех вычистили Вы проводили Значит Андрей Жданов Роман Береснев Ну как бы Это все местные Наши ребята были Которые реально Мы видели Что они работают Роман Береснев Профсоюз Ну мы Что с нынешней командой А с нынешней командой Потихонечку Все будут так же Разъезжаться Ничего нового Потому что в данном случае Но только с новыми назначениями С новыми назначениями С поздравлением Да И судя по тому Как предвещали уже Кочеткову очень давно уехать Видимо что-то не сложилось Там в городе Москве Тут он едет в Казахстан И в Балмату Тоже неплохо Конечно Но это лучше чем в Кирове Кто следующий Следующий Ну вот министр транспорта Поршнев говорят на выходе Значит Собираются уходить Может кто-то еще там собирается Я думаю что Многие бы хотели уехать Просто видимо Какая-то очередность Выработан Чтоб не все сразу А кто приедет А просто А кого найдут Тот и приедет Судя по тому Как мы сегодня Формируем вообще На всей территории Российской Федерации Как бы команды И за счет того Что туда кто-то приезжает А свои там Не пользуются Никой популярностью И их никуда не берут То к сожалению Это вот такой Тяжелая история Она реально сказывается На экономике Она сказывается На профессионализме Потому что я не заметил Что кто-то приехал До такой степени профессиональный Что наша жизнь там Так за три года изменилась Что мы просто все Хлопали в ладоши И сказали Можно нам Вы никогда больше не уезжаете Что приехать Пересидеть Чтобы получить Новое назначение Ну Это сегодня Очень модная тема Двутрирусских Это его особое мнение Мы сегодня слушали Большое спасибо Всем хорошего дня Программа завершена У микрофона Работала Светлана Занько Особое мнение На 101FM